Новоселы этого микрорайона будут далеки от проблем жителей дома по улице Привокзальной. Целый ворох коммунальных проблем накопился в одном из домов. Протекающая кровля, неотапливаемые квартиры и вечная вонь в подъезде. Люди говорят, что такие далеко не идеальные условия им приходится терпеть на протяжении многих лет. Жильцы не помнят, когда проводился капитальный ремонт. Коммуникации постепенно приходят в негодность жителей дома. Уверяют, что чиновники и коммунальщики на это долго закрывали глаза. Достучаться до них все-таки удалось, будут ли решены проблемы, и как скоро узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Куртка, под ней свитер, а на ногах валенки. В одежде многие жильцы этого дома не только выходят на улицу, но даже спят в квартирах. Столбик термометра застыл на 17 градусах. Это на два ниже минимально допустимой нормы. Вот эту шапку снимаю. Лежу так, что сплю. Вот сейчас покажу я вам. Сесть. Вот песорукавник у меня, песорукавник я не снимаю. Шерстяна это. Иначе невозможно. Комнатная температура в доме стала ниже с приходом морозов. На холода жалуются даже те, кто установил в квартирах пластиковые окна. Батареи в помещениях, рассказывают жильцы, меняли недавно. Но толку никакого. Ремонта, говорят люди, требует и канализация. Из-за забитых труб в подъезде постоянно стоит невыносимый запах. Чтобы проветрить помещение, жильцам приходится каждый раз открывать уличную дверь. В подъезде, если зайти посмотреть, у нас все стены от пары, все мокрые. Окна у нас неутепленные, поэтому все окна у нас обледеневшие. Так если смотрите на козырек, на этот, тут потом такие сосульки висят. Эти вони постоянно. Постоянно открытые двери. Это очень приводит к тому, что да, и тепло уходит. Мы отапливаем улицу, Каплинстрой нам говорит, что мы платим по счетчику, а в итоге получается... По нормативу. По нормативу даже больше люди по нормативу меньше платят, чем мы по счетчику. Чтобы хоть как-то защитить жильцов от канализационного пара, коммунальщики заделали щели в полу специальной пеной. Другого выхода из проблемы пока попросту не нашлось. Каждый год жильцы дома борются с дождевыми потопами. Кровля, говорят они, словно решето. В подъезде из-за постоянных потеков и сырости образовалась плесень. Хозяева квартир уже боятся клеить дорогие обои. Со стены осыпается даже штукатурка. Каждую весну они держат на готове тазы, ведра и половые тряпки. Специально красили крышу потолок, чтобы более-менее так аккуратно было. А толку от этого... Постоянно все протекает. Специально снимал, когда топило. Как там все кругом капало. Это показывал главный инженер. Он просто посмотрел и сказал, иди со своими проблемами. И за такую, в кавычках, роскошь люди отдают большие суммы. Только за двухкомнатную квартиру в месяц набегает до трех тысяч рублей. Откуда берутся такие счета, жильцы не понимают. Несколько лет назад здесь установили общий домовой прибор учета. Просим, требуем, чтобы вот этот счетчик, который стоит на тепло, снять на проверку и проверить работу этого счетчика. К сожалению, ничего не делать. То говорят, что насос нужно убрать, то насос надо включить, то регулятор там заменить. В управляющей компании, которая обслуживает этот дом, все проблемы признают. Зданию, говорят, здесь необходим капитальный ремонт. От латания кровли до замены абсолютно всех коммуникаций. Сейчас они работают на пределе. После постоянных жалоб и писем в разные инстанции на помощь жильцам направили все ресурсы. Первоочередная задача – обогреть квартиры. Вся загвоздка в работе терморегулятора. Ситуация была следующая. Сначала некоторые квартиры говорили, что жарко. И писали заявления. Начинаем подстраиваться под них. Выясняется, что часть квартиры сейчас замерзает. И не можем. То есть, прямо противоположное мнение. Собственно говоря, вот Домком это и признала. И на одном из совместных встреч мы приняли решение, что действительно мы теперь слушаем только лишь одно мнение. И пусть они внутри дома его выработают. Холодно, значит, подстраиваемся под это. Люди надеются, что хождение по коммунальным мукам закончится очень скоро. Управляющие компании обещают, ремонтные работы будут проводить по возможности. На свой баланс этот дом Капремстрой взял только два года назад. За все это время компроблем только умножился. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.